Всем трема доброго времени и суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Да уж, куда же без потягушка. Ну что, The Wolfenstein 2 The New Colossus. Напоминаю, что ссылка на плейлисты группы вконтакте в описании под видео, с вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Продолжаем. Так, интересный, кстати, момент. Обратил внимание, что у оружия, видите, смена пуль есть. Я так понимаю, что вот эти вот с каким-то дополнительным, они помощнее видимо. Ну ладно, разберемся, как говорится, что да как да почему. Да, еще на всякий случай повторюсь, я уже во всех видео сегодня это сказал, что если вдруг речь будет не совсем внятной, это потому что у меня зуб болит и челюсть слегка раздула. Вот. Поэтому уж не обессудьте, как говорится. Крюк. Ничего один. Красивый такой. Отполированный. Карлайн, ты слышишь? Думаешь, все видят мое угасание? Да видит, видит. Без твоих крыльев я бы упал. Все все видят. Ого. У них поезда на реактивной тяге. Вау. Скид players, действий, идите. Жигач peso мне даже! Хм. Скидок точек, идите. Скидок System operate. Скидоку. Нет, тебе показалось. Докатились, им теперь уже два топора надо, совсем охренеть можно. Да, проблема что это увеличенный запас метательных топориков а не не сила удара, вот в чем проблема. Да. Да. Сволочки где-то прямо передо мной, но где? Не видно. Это не он, это тоже не он. Пёсик, тут ещё и пёсики. Да, где-то он есть этот засранец, а где? Тут тоже явно не то. Хочется по стелсу, но по стелсу похоже не получится. Нет. Нет, вряд ли. Хочется понять, что такое. Чего? Чего? Да. Нет. 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 Продолжение следует... Вот тут же не засранец был, гулял что ли куда-то или он там за столбом стоит? Не бласкается. Ух ты, как хорошо! Оптический прицел... Пожалуй, да. Блин, почему на штурмгевер нет этой? Почему нет здесь этого снайперского глушителя? Ну, точнее я понимаю почему, народ бы только ему пользовался. Здрасьте! Серьезно? Я против. Ну и где я сейчас буду? Да ты заколебешь, а! Не думал, что они отсюда отреагируют, честно говоря. Да ладно, вы серьезно? У них поезда на реактивной тяге. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Фрида Сафрон. Наверное. Раз написано, что звезда, поверим на слово. Так, все установили, да? А, вот тут как выбраться можно было. Эх, тихо не получилось. Ну ладно, давайте-ка мы сейчас тогда... Ни хрена не видно было. О, золотишко. Ой, какой страшненький. Но пройти-то все равно нельзя, да? А, нет, можно. Понятненько, понятненько. Это... забавно. Даже очень забавно. То есть ты буквально разносишь тут все. Да ладно, такой ящик пустой. Так заныкан и ничего нет, но вы даёте. Ничего уж вы прям, бомбщики вы хреновы. Нет, на самом деле так и такой ящик прям, ну, хорошо так спрятан. Сейчас, секунду. Тут все обойти, все обыскать. Тут где-то еще, по-моему, были ящики, которые можно взламывать. И мы их таки взломаем. Так, а там внизу? Визуально вроде ничего нет. Мне казалось тут больше этих ящиков. Да ладно, серьезно? Он его бросает, тьфу ты, ешкин кот. Ну ладно. Вроде тут больше ничего нет такого. Тут только наверху, где ребята сидели. Может тут что-то есть. Вроде... так, здесь. Пожалуйста. Карта, карта. Еще одна карточка. Кеф энд Эбий Кокс. Не знаю каких. Так, еще одно. А, нет, это коменданта Хумеля. От коменданта Вольфганга Хумеля, кому жизнедорожная станция зоны 52. Четвертую или шестьдесят первую. Босс психует. Ребята, вы видели этот груз? Мы должны были получить груз из Румынии, 4НG1. Этот артефакт может оказаться настолько важным, что археологи обоссались от восторга. В лабораторию он не попал. Где он, черт возьми? Эберкоманда на меня уже наседает. Люц Майер. Если кто знает, сообщите. У нас тут ребята на нервах Хумель. Ха, нормально. Так, записка Люца Майера. Список дел Люца. Поручить возьмем с артефактом Вольфгангу. Записаться на прием к психологу. Записать слуховые галлюцинации. Попросить Вольфгангу убрать артефакты из моей лаборатории. Подать заявление о переводе в другой отдел. Запросить новую группу рабочих из резервации Мескалера для расширения западного участка. Понятно. Чего-чего? Нет никаких про... Ай, не успел прочитать. Ну ладно. Проблем никаких нет. Просто чувак решил свалить всю свою работу на другого, да? Так... Эскиз. Красиво. Что еще тут валяется? О, музычка. Вилтраум серфинг. Ну как обычно 30 секунд. Бодренький мотивчик. Ну ладно, ладно, ладно. Заслушались. Кому интересно, сами потом. Электронное письмо Стива Джонсона. Я чуть не прочитал Стива Джобса. От Стив Джонсон. Люц Майер. 30 июля 1961. Высказа интересную точку зрения. Люц. Артефакты Дат и Худ поначалу кажутся почти магическими. Но раскрывая их тайны, мы понимаем, что все они созданы технологией. Превращение магии в науку является проклятием научного мира. С каждым днем наш мир становится все сложнее. Но если мы с трудом понимаем эти тонкости, как можно было изготовить эти устройства в эпоху, когда скорее всего не существовало даже научного метода. Вот чем заключается главная тайна. Кстати, вы уже слышали про научный исследовательский центр в Австрии. Там рухнуло целое здание. Много погибших по слухам, там было что-то не так с бетоном. Я волнуюсь, потому что там работал Генрих. Буквально на прошлый день мы говорили с ним по телефону. Да, с бетоном у вас реальные проблемы. Еще золото. И газетка. Письма американских граждан. Спасибо, Германия, прислал наш читатель Марк Джонсон. Спроси меня кто-нибудь до освободительной войны, вежлея себя жителям Великого Рейха, я бы ответил нет. Никак нет. Что ж, теперь я понимаю, что раньше был полным олухом. Позвольте объяснить. Каждое утро я просыпаюсь в своей мягкой постели здесь, на американских территориях, и думаю, слава богу, что немцы пришли и спасли нашу страну от морального упадка и разложения. Раса белых американцев постепенно вырождалась, потому что наши безрассудные политиканы наплевательски относились к своему долгу. Почему я должен стыдиться того, что я белый, и скрывать свою гордость? Ведь теперь ученые доказали, что мы превосходим по развитию все прочие расы. Теперь мне больше нечего стыдиться, и я благодарен за это наш любимому фьюру, страница поровну пополам. Ну да, ну да. Как говорится, чувак. Слабо лизнул. Надо поглубже, понимаешь, поглубже. О господи. Это кто сейчас был? Ага, так это была не стремная картинка. И как воевать с невидимыми засранцами? И как воевать с невидимыми засранцами? Так, ну ладно. Так. Реактивный двигатель на пути. Лейся, запускай его, старина. Так, это что за хрень? А я думал, это просто стремная картинка. Это ни хрена си ниндзи какие-то. Только этого нам еще не хватало. Куда ты ход? Вы наизобретали, блин? Оно тебе же сгребать, да? Броню бы восстановить. Так я не помню где я ее оставил. Где-то здесь была, по-моему, еще одна броня. Так, ну кладва козла сто пудов должна быть. Вон точно лишь помню, что где-то тут что-то было, как говорится. Здесь, по-моему, еще что-то валялось. А, у меня максимум. Так, тогда давайте сейчас быстренько... Стоп. Давайте сейчас зарядим, во-первых, пушку. Раз уж нам дали эту тяжесть. Блин, как я вовремя, черт побери, прокачал эту... Ну, бронебойные эти патрошки. Значит, конечно, если бы мне сейчас не было бронебойных, я бы тут сейчас капитально облажался. Блин, такое чувство, что это тоже какой-то зарядник. Но зарядник чего? Непонятно. А, подожди, стоп. Знаю. Минуточку. Это же зарядник этих огнеплюев. Скорее всего. Да. Слушайте-ка, точно. Ха. Интересно. То есть, значит, сейчас еще и огнеплюев будут. А нам, собственно, куда? А, назад. Говорит, куда-то сюда. Сюда, что ли? Да ну нет, ну вряд ли. Или сюда. А, да. Смотри кто-то. А, то есть, нормального способа не было, да? Да, ну вот эти, конечно, морды вылезшие. Это было забавно. А, запуск такой, да? Да, я просто оттронулся. Пойду вперед и захвачу управление. Эй! Отдай! Ну... Ну какого хрена, а? А. А, это что за хрень? Ух ты. Кажется, это дробовик. Ух ты. Продолжение следует... Ай, я тебе найду, погоняйся. А я говорил, что найду. Так, убийство в голову. В голову, понимаете? Режим прицельной стрельбы. И сейчас 20 дали... А, уже 25, да? А вы жлобьё, а вы жлобьё, блин. Вот 25, а не 30, а 25. Откуда-нибудь пускают... А, вот сверху, еб что-нибудь. А, вот тут чё. А, оу. Так, секундочку, это даже интересно. Шокхаммер, ага. Так, ротор. Ротор быстро заряжает все три ствола Шокхаммер. Позвольте строить тримина патронами одновременно. И носить максимум, максимальный урон. Увеличенный магазин. Рикошет. Кусочки шапкуля. Твердость. Врагам поблизости. Ну, если эта хрень не бьёт меня при этом, потому что я помню, что... Такое иногда бывает, к сожалению. Да, в общем-то, почему бы, как говорится... Чё-то... А, лечилка. Да нет, лечилка. Фу-фу-фу-фу, как говорится. Лечилка не нужна. А, почитать. Так, население поддерживает новый режим. 3 июля 61 года, Вашингтон. Данные нового опроса, проведённого Институтом статистического анализа, в прошлом месяце показали... Секундочку. Что, 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 что? Так, что показали? Что подавляющее большинство американцев поддерживает новый режим, более 10 лет назад принявший свободу на американские территории. Опрос, проведённый лучшими независимыми экспертами по статистическому анализу выявил, что 99,8 десятых американцев очень благословно относятся к новым властям, и лишь 2 десятых не определились с сомнением. Все 10 лет, прошедшие после освобождения американские территории, переживают небывалый подъём. Нынче жизнь ещё лучше прежней, считает Джозеф, владелец свинофермы под Денвером. А Джозеф, владелец свинофермы, это, оказывается, какой-нибудь родственник Бласковицы, да? Ой, вкусняшки. Пончики, пончики. Почему бы и не покушать пончиков? Ой, не надо про еду. Из-за моего зуба я нормально жрать ничего не могу. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Сначала он должен забраться с сигналом. Нет, чувак, ты ничего не слышал, успокойся. Тебе показалось. У меня так, если будет тревога, то это всё попросыпается. Почему так орать-то? Да, похоже, это реально всё попросыпается, если устроить тревогу. Сейчас я тебя разбужу, парень. Вот так. Ух ты. А, я и взял, да? Нам всё-таки надо добить тему с выстрелами в голову. Вообще, я имею в виду вот здесь, в поезде, мне кажется, должно было быть попроще с перемещением именно в приседе. Ну, в незаметном, потому что, ну, это же поезд, он же шумит. Электронное письмо Михая Папеску. Или Папеску, как правильно, не знаю. От кого? Михая Папеску из Следовательского отдела, зона 52 до 3-й или 61-го. Предупреждение с места раскопок 4Н в Румынии. В последней партии груза 4НG1 находится крайне опасный артефакт. Офицер Василь, отвечавший за подготовку артефакта, был найден мёртвым. Кровь лилась из всех основных отверстий его тела. Мы не знаем, почему это произошло, но я уверяю вас, решили неприятные. Будьте осторожны. Кроме того, нам придётся переместить место захоронения рабочих из резервации Мескалера. Планы по расширению западного участка НКС-то одобрены. Предлагаю сжигать все останки, найденные уборщиками. Итак, мы сэкономим место и избавимся от неприятных хлопот. Пончик. Так, ну я предлагаю вернуться назад. Опа! Куда он делся? Он же тут был. Чёрт! Ушёл гадёныш. А куда? Он стоял прямо здесь. Теперь его нет. Вопрос. Куда он подевался? Печально. Ах! странно как я там должен был вылезть если тут нет проходит что за бред ладно подождите на я мимо проскочил подождите ну вот это же это же этот а тут центра такого же нет что любопытно не доступ даже даже не не даже не то что закрыто они доступно обратите внимание есть вот это как больше блин 5 понятненько понятненько так ну чё гребаный столсовик куда-то удрал то ли по умолчанию должен был исчезнуть пустык офицера грохнул то ли еще что похоже вообще можно наверх залезть так ну ладно так как будильник прозвенел я предлагаю на этом притормозится продолжить наше замечательное путешествие по поезду соответственно как будто это почему-то не откроется но вроде везде был ладно предлагаю продолжить следующий раз благо там чувствую драчка ждет весьма солидно а мы к ней наверное даже готовы потому что нет кто узнает посмотрим в следующий раз ладно на этой плюс-минус положительной ноте хочу да ладно у меня кончи да ладно у меня кончились эти что ладно тогда будем идти уже сюда в общем как я уже сказал на этой более чем положительной ноте всем огромное спасибо за просмотр ссылка на плейлисты группы вконтакте в описании под видео с вас лайки дизлайки подписки без отписок комментарии с меня контент извиняюсь за свое сопение всех тоже досюда смотрел обнимаю парни хлопают при чудесчем кусочек увидимся следующей серии как что там вельфинштейн 2 за не уколос безговорочная фарава как-то так